Дмитрий Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, сначала несколько слов по поводу Всероссийского движения вахта памяти. Какова его история? Поисковое движение Всероссийское зародилось в 1988 году. И вот ближайшие даты отмечали 25-летие Всероссийского движения поисковое. И оно охватывает, в общем-то, все регионы Российской Федерации, в которых действуют поисковые отряды, поисковые объединения. И работают на территории тех областей, где шли боевые действия в годы Великой Отечественной войны. Одни из активных участников вахты памяти – волгоградские поисковики. Расскажите о предварительных итогах вахты памяти 2014 в нашем регионе. В 2014 году, несмотря на различные сложности организационные и финансовые, нам удалось осуществить порядка 25 поисковых экспедиций из 50 плановых, которые мы планировали, документы готовили. И итогом предварительным, ну почти точные цифры, но еще кое-что уточнится в единичках. А 1674 командира и солдата Красной Армии были найдены в этом году. Имена 25 из них установлены, и часть документов еще находится на экспертизе. Главная находка волгоградских поисковиков в этом году – это братская могила в Краснооктябрьском районе Волгограда. Несколько слов об этом. Эта работа стала, наверное, самой сложной за последние годы. В июле месяца, 23 июля, на нас вышли местные жители с информацией о том, что при прокладке трубы были обнаружены останки. И наша разведочная группа выехала на это место, и в итоге мы увидели, что это не единичное захоронение, не какой-то окоп, а какое-то очень большое захоронение. Потом, когда мы подняли архивные документы, аэрофотосъемку, мы поняли, что захоронение было произведено в большой воронке от авиабомбы. И, в общем-то, полтора месяца ежедневно практически мы проводили там работы, и в итоге останки 949 защитников Отечества мы эксгумировали. Удалось ли установить личности погибших? Имена трех бойцов мы можем сейчас с уверенностью уже озвучить. Орешкин, красноармеец, уроженец Саратовской области, Глазьев, красноармеец, уроженец Воронежской области и Шашко. Фамилия на ложке была подписана. А в настоящий момент ведется работа по исследованию медали за отвагу, которая там же была найдена. К сожалению, сохранность очень плохая, но мы надеемся, что номер нам удастся прочитать, и на основании наградных документов мы установим еще одно имя. Смогли ли установить родных? Работа ведется по красноармеецу Орешкину. Закончена работа, к сожалению, у него родственников не осталось живых на настоящее время. По остальным ведется поиск. Но это процесс небыстрый зачастую. Летом в адрес волгоградских поисковиков пришло письмо от коллег из Латвии найти родных летчика-героя. Как закончилась эта история? Итоги замечательные, родственники были найдены. Но здесь, как говорится, всем миром поиск родственников проходил. Подключилась и Волгоградская пресса, и в Урюпинском районе пресса подключилась. И буквально через полчаса, как прошел репортаж, и в газетах опубликовали, в редакцию обратились родственники этого летчика. И в ближайшее время готовится их поездка туда, для того, чтобы им вручили Орден Красной Звезды. Всего в этом году было предпринято 25 поисковых операций. Какие были самыми интересными? Ну, в общем-то, плановые работы проходили в тех районах, где мы всегда и работаем. Это Городищинский район, Суровикинский, Иловлинский, Арктябрьский район, Калачевский район. Интересные находки дали нам работы в Городищинском районе. Результаты этих экспедиций дали, в общем-то, очень много имен, для того, чтобы рассказать родственникам, где погибли их отцы и деды. И, в общем-то, поиск родственников всем миром, опять же, всем поисковым сообществам дает результат. И порядка 15 человек уже найдены, родственников. Часть бойцов, найденных здесь, были переданы родственникам для захоронения на родине. То есть вот такие вот истории. В Алтайском крае, к примеру, одного из бойцов ждали до сих пор, и на родовом кладбище у них место для него сохранялось. И теперь все братья, их 5 человек было, трое участвовали в войне, двое вернулись, там были похоронены, а его вот сейчас нашли и захоронили. Какая находка потрясла вас лично больше всего? Меня лично потрясла находка медальона, на котором старший сержант Вагин, 19 лет от роду, написал слова из стихотворения. «Надо жить во имя жизни, за живущих жизнь отдать». К каллиграфическим красивым почерком на граних медальона он выцарапал эту надпись, и, в общем-то, о чем он писал, он то и сделал. Да, это до слез всех мужиков, которые присутствовали при обнаружении, впечатлило. Следующий год – юбилей Великой Победы. Расскажите о ваших планах. Планы, естественно, есть. Естественно, мы продолжаем наши экспедиции, потому что та работа, которую моя организация ведет уже на протяжении 22-23 в следующем году лет будет, она заранее планируется. Это работа на позициях отдельных дивизий, она ежегодная. И, в общем-то, в следующем году мы также будем планировать порядка 50 экспедиций. Сейчас договариваемся с гостями из других регионов, кто приезжает к нам помогать сюда. И, в общем-то, готовим предложение в план поисковых работ на будущий год. Удачи вам в такой важной и нужной работе. Спасибо за беседу. Спасибо.